Я очень надеюсь, что количество людей, подключившихся онлайн, соответствует важности проблемы, потому что сегодня мы говорим об эволюции методов системного лечения, лекарственного лечения в зону раннего рака печени или ранних стадий рака печени. И с удовольствием хочу в первую очередь предоставить трибуну Дмитрию Анатольевичу Гранову, академику РАН, представляющего огромный ведущий центр, который занимается проблемами диагностики и лечения, причем во всех его аспектах, начиная с трансплантации и заканчивая самыми современными видами лекарственного лечения, интервенционно-радиологических пособий пациентам гепоцебулярным раком. Прошу, Дмитрий Анатольевич, Вам слово. Уважаемый Валерий Владимирович, уважаемые коллеги, большое спасибо за приглашение и вот такую очень специфическую возможность хирургу-онкологу попытаться объяснить прелести лекарственной терапии. Это тонкий ход, но с другой стороны не все так просто. Почему? Вот если подумать чуть-чуть, да, а, ну естественно, мы все заинтересованы в результатах лечения, да. А кто из специалистов, ну, в первую очередь больные, конечно, наиболее заинтересованы. Вот подумайте сами, роль хирурга, да, помимо ментальных, умственных, так сказать, усилий, знаний, опыта, он еще вынужден использовать физическую составляющую, да. Это вот такой вот глубокий лечебный интим получается. И поверьте, да, вот это ведро адреналина, которое теряешь при этих операциях, да, ну, довольно трудно сравнить с другими методами борьбы со скукой, так скажем. Поэтому вот для хирурга, ну, во всяком случае, определенного ментального склада, действительно крайне важно, сколько проживет этот пациент после операции, после его операции, да. Может быть, вот из этих соображений я попытаюсь представить немножко, так сказать, субъективно те данные, которые объективно имеются и опубликованы. Кстати, может быть, удалось ознакомиться со статьей «Видеть Орел», да, «Редакт аналогика канцер», как раз по анализу МВФ 050, да, там все очень подробно и детально проанализировано, да. Я еще посмотрел его три анализа более старых, потом сложил результаты все вместе, и получилось, что пациенты с гипоциллярной карциномой должны жить в среднем больше, чем в популяции, но сейчас не об этом. Так вот, взгляд хирурга, что делать? Да, сейчас нажму. Маленький клинический пример, очень коротко. Достаточно распространенный гепатоцеллюлярный рак, BCLCB на фоне Child A, тромбозом правой ветви воротной вены на фоне гепатита с определенной сопутствующей патологией, КОК-1. Большая опухоль, более 10 сантиметров, быстро увеличивающий уровень мальфотопротеина в течение недель до 405. Я не буду на деталях процедуры останавливаться, но выполняется химиомболизация. Вот на компьютерномографии так видна эта опухоль. На что следует обратить внимание? Ну, прежде всего, это тромбоз правой ветви воротной вены, патальный, опухолевый. Хотя, наверное, правильно говорить о имбол. Выполняется стандартная правосторонняя гемегипатоктомия с удалением тромб. Удаляют, передвигаются. Изекции. В общем, тут ничего такого особенного нет. На макропрепарате видно внизу. Такая опухолевая инвазия воротной вены. Вот эта маленькая беленькая. Гистологическое окончательное заключение – это, видите, весь практически комплекс неблагоприятных факторов. Плюс еще и внутриорганные отсевы. В чем мне ждать, как хирурга, в этой ситуации? Раннего рецидива. Без вариантов. И дальше вот вопрос. Что может появиться в профилактике? Только одиантная терапия. Я не знаю, какая. Навскидку. Конечно, знаю, но честно, не об этом. Кто-то не знает. Другого варианта мы не имеем в этой ситуации. А таких случаев, ой-ой-ой, они, прежде всего, доминирующие. И вот еще очень коротко, я не буду останавливаться на деталях. Мы сейчас публикацию отдали. 80 пациентов, рандомизированная, одиантная с резекцией и резекцией печени. Еще раз, не останавливаясь на деталях, сравнимая группа с негативными факторами, я только на одной цифре остановлюсь, вот этой. 90%. 90% людей. И что я должен думать? Я должен думать о том, как мне помогут мои коллеги, товарищи, продлить жизнь этого пациента. Может, сюда? Ручную включите, следующий слайд. Слушайте, она, видимо, болеет. Это работает. Следующий слайд включите, пожалуйста. Да. Какая жесткая. Как хорошо было. Это повод задуматься. Да, кстати. Я еще раз говорю, я не вдаюсь в детали. Там масса интересных подробностей, но сам факт. Ну так что? Пока не получается. Скажите, Виталий Анатольевич, ну хорошо, 90% вероятность рецидива заболевания, она... Ну, скажем так... Я извиняюсь, это пациенты не получали адювантной терапии. Я сейчас не беру. Понимаю, да. Это большая работа, насколько я понимаю, что она... Вот, очень будем ждать результатов. Но вот вероятность... То есть вы идете на хирургическое вмешательство у пациентов, у которых вероятность возврата болезни 9 из 10. До 9 из 10, да. До 9 из 10. И вы считаете как хирурги оправданным? Как хирург я считаю абсолютно оправданным, даже при минимальных факторах. Нет, просто это как позиция, да, я понимаю. Я именно с этого начал, да, что мы в первую очередь заинтересованы вот общие результаты, ну еще и вот свое, что называется, там, где приложена душа, да. Идем дальше. А может заработало? О, заработало. Ну еще раз кривая, да, мы об этом будем говорить. Но обратите внимание, через полугода они примерно одинаковы, вне зависимости от нового диванта. Больше половины пациентов рецидивны. Ну и это отражает такие же ситуации, общемировые данные, да. Первая волна в течение первого года. Из них, по сути, большая часть 6 месяцев. Затем некое плато. И через 3-4-5 лет некое возрастание опять, ну как бы опухоли ДНО. Возможно это так, возможно нет. Я не знаю. Ну вот, кто-то дает 40, кто-то 60. Я показал свои данные. Риски достаточно известны сегодня. Это размеры, значительное количество очагов, инвазия, безусловно, и высокая степень злокачества. Здесь еще стоит добавить альфа-фетопротеин, гепатит в анамнезе и так далее. Говоря вот об этих цифрах, да, я позволю себе уточнить, что базовый доклад подготовлен. Да, у нас сателлитный симпозиум. В фирме РОЖ там была фраза, что лектор, ну я не лектор, я докладчик, не всегда согласен полностью со всеми выводами. Я согласен с выводами, но, скажем так, есть ряд аспектов и нюансов, которые требуют дальнейшего обсуждения и анализа. Я на них, так сказать, тоже позволю себе кратко остановиться. Получается, что только четверть больных с негативными факторами достигает, получают пятилетнюю выживаемость. Мне очень не нравится, часто вижу, когда на одну линию ставится трансплантация или резекция. Зачем делать трансплантацию, если можешь сделать резекцию? Я не понимаю. И еще, вот когда пишется 65-85, я верю в 65. А верить даже не совершенно обязательно, нужно посмотреть большие сводные статистики, юность и так далее. 20% умирают от прогрессирования опухоли, а 20% умирают от осложнений, связанных с процедурой трансплантации, тех или иных. Человек, как известно, еще и внезапно смотрит. Поэтому реальные цифры пятилетней выживаемости, типа циверной параги, он, как правило, на фронтарозе, трансплантации пятилетней, это 60%. Хотя многие достигают 110. Ну, сейчас не об этом. Мы обсуждаем исследование МБФ-050, третью фазу адевантной терапии от ЭЗБФ, в сравнении с активным наблюдением. Это первое сообщение. Я уже сказал, что есть журнальные статьи. Первый – oral concentration. Если вы обратили внимание, здесь доминируют представители, как дальше это называется, монголоидной расы, ориентальной. Да, других всяких терапийских представителей они решили не включать. Может быть и правильно, по тем причинам, что и пациенты в основном были один. Значит, популяция – это подтвержденный диагноз ГЦК, где проведена радикальная резекция или абляция. Пациенты достаточно стабильные, класс А, BCLC-А, без признаков заболеваний клинических. Отличает всех пациентов высокий риск рецидива. Пациенты включены только с высокими рисками. То есть там, где есть негативные прогностические факторы. Что касается региона, да, это азиатско-тихоокеанские, сравнение со всем остальным. Процедура, абляция, резекция. 4-12 недель наблюдения. Я вот один цикл, тейс, я не могу прокомментировать показания. Какие показания и почему один, если бы обсуждали этот диагноз. И насколько этот диагноз может продлить, так сказать, теоретический эффект. Почему это не несколько причинений? Мне кажется, это несколько замыливает некоторые данные протоколы. Хотя бы других больных всего 10%. Итак, от ЭЗБО до 17 циклов в течение 15 месяцев или активное наблюдение. При рецидиве, да, и неприемлемой токсичности могут быть последующие наблюдения для оценки. И вот один важный момент, который, на мой взгляд, тоже несколько может по-разному дать возможность трактовать результаты. Это переход между группами. То есть у пациента, у которого в группе активного наблюдения произошло прогрессирование, ну, переводит группа АДЗБО. С гуманистических соображений абсолютно логичный ход. С точки зрения статистического анализа у меня возникает вопрос. Первичная точка – безрецидивная выживаемость в статистике. Ну, факторы риска мы уже говорили, они здесь отмечены, вы их все прекрасно знаете. Вот они еще раз. Более 4 опухолей, опухоль более 5 сантиметров, инвазия, микро- или небольшая генозная инвазия первого порядка. Достаточно сбалансированные исходные характеристики, одинаковые по количеству группы, возрастному составу, половому составу. У меня вот возникает один вопрос. Мне почему-то кажется, ну или казалось раньше, что течение, эти логические аспекты опухоли пациентов с опухолем монголоидной расы, пациентов монголоидной расы, европеоидной, несколько отличаются. И вот, я не знаю, все-таки здесь больше играет роль и метаболический синдром, и пировая акострофия и так далее, всякие понятия. И вот, если сравнивать между расовыми группами, ну, сравнение здесь, мягко говоря, спорное. Большинство пациентов стабильные, видите, более 70% – это ЭКОК-0. И, опять-таки, что характерно для монголоидной, для желтой расы, гепатит БЭОСа. А вот невирусная природа пациентов, собственно. В основном BCLCA. Так, идем дальше. Первичная конечная точка – это безрецидивная выживаемость по независимой оценке. И, в принципе, ну, это официальная оценка, да, она достаточно, ну, серьезно улучшилась. Мы можем сравнить это вот здесь. Ну, я не знаю, я, может быть, придираюсь. Частота безрецидивная выживаемость медианой после наблюдения просто операционного в 17 месяцев. Ну, во-первых, это еще не так много, да, о чем и говорят организаторы протокола. Ну, и если вот придираться чуть-чуть, есть вот эти цифры, и как эти идут кривые, да. Резкое ухудшение, да, в активном наблюдении через 3 месяца, да, и 6 месяцев. А дальше все выравнивается. Процент рецидивов 9-12 месяцев. Темп нарастания рецидива одинаковый. Ну, и после 15 месяца вообще все выравнивается. Видимо, одна из причин, что пациенты встают получать препарат. Ну, и вторая все-таки, это то, на что я акцентировал внимание, да. Это то, что сейчас часть пациентов, а их не так мало, их 81 аж. То есть, 60% группы наблюдения при выявлении рецидива переходили в группу. Это я забыл. Может быть, еще какие-то кто-то объяснение найдет. Но, во всяком случае, об этом хочется подумать. Опять-таки, частота рецидивов. Ну, вот так на цифру смотреть красиво. 33. Действительно лучше. Но тенденция та же самая. Резкий такой дропаут, да. До 6 месяцев. И потом кривые выравниваются. Все идет. Ну, вот одно из объяснений, которое я предложил. Тем не менее, вот какие-то вопросы с этим останутся. Хотя, в целом, позитивный эффект, на мой взгляд, не вызывает. Так, идем дальше. Ой. Ну, что такое? Нижняя, это в другую сторону. Не то, не то не работает. Да. Опять зависла. Презентация опять зависла. Ручную. Перещелкаю. Сейчас, а вдруг. Нет, тоже. Как беда. У меня 40 секунд осталось. Да. Сейчас я разберу. Все, все, все. Хорошо. О, пошло. А вот, да, пока долистывают. Скажите, вот вы сказали о том, что, может быть, не хватает. Понятно, протокол, условия протокола, штука такая. Но вот в реальной жизни себе представить, ваши пациенты, которых вы включали в исследование, была бы такая возможность, вы бы продолжали это лечить? Я позволю себе обратиться к собственному клиническому примеру. Кстати, вы к нему имеете непосредственное отношение. Здесь, вот одно из объяснений, вот таких неоднозначных, это то, что пациенты, которые прожили исследователь, они переходили в дальнейшем к другим методам лечения, которые, несомнение, могут нивелировать отдаленные результаты. Вот один из наших примеров был, это юная девушка, гепатоциллярная карцинома с комплексом негативных факторов, которая прекрасно училась от ЭЗБМа. Прогрессирование. После резекции, да, и обратился к Владимиру Владимировичу, была уже предложена другая линия лекарственной терапии, где получили даунстейджинг, и в последующем в отделении гепатохирургии была выполнена агрессивная повторная инфекция печени. Да, к сожалению, возник рецидив, но она живет уже 3 года повторно. Но вот такие наблюдения, да, когда пациент не бросается, просто наблюдаем до победного конца, а они как раз, ну, могут в той мере, ну, извините, в кавычках, еще раз скажу, замыливать такую ясную картину отдаленных результатов. Ну, лучше бы их было даже больше. Кстати, ну, вот здесь на это обращается внимание, да, и пациентам разрешено перейти, и их вот, видите, аж 61%. При той же медиане, да. Ну, я уже не буду повторяться. Так, он получился. Кратко о безопасности. Ну, профиль в целом соответствует, да, отдельно препаратам, и отезобилизумаба, и бевоцезумаба, комбинация этих препаратов. Ну, а на что хочется обратить внимание, все-таки, ну, не можем игнорировать это, и при назначении этой схемы определенные вещи должны учитывать. Пежде всего. Все-таки нежелательное явление третьей-четвертой степени, связанное с лечением, да, это, по сути, у каждого третьего больного. Наверное, о пятой степени я бы не очень говорил, потому что там связано, не связано, ну, круче извин пищевода у пациента с циррозом, да, это можно связать, можно не связать, скажем, спорный момент. Но, тем не менее, нежелательных явлений много, 88% связано с лечением, и третьей-четвертой степени у 35%. Ну, это достаточно серьезные цифры, которые следует принимать во внимание, но вообще их нужно принимать во внимание при назначении подобных препаратов. Тут ничего нового не обнаружено. И наиболее типичное это протеинурия, ну, это ладно, ну, вот артериальная гипертензия, и, конечно, вот там один или два инсульта, возможно, это связано будет с неконтролируемым давлением. Опять-таки, это не значит, что это противопоказание, да, но мы должны при назначении этой схемы учитывать, что потребуется дополнительная антигипертензия на это. Ну, вот, собственно, и все. Ну, я в целом согласен с выводами. Еще раз, многие специалисты могут с теми или иными акцентами не соглашаться, но в целом выводы официальные. Это действительно исследование, которое продемонстрировало улучшение безрецептивной выживаемости после резекции абляции. Ой, куда-то убежало. Вот. И мы достигли первичной и конечной точки и продемонстрировали значимое... Вот статистически согласен, а клинические не очень улучшения. Я не очень понимаю, при чем здесь клиника. Улучшение показателей безрецидивной выживаемости. И, ну, действительно, он одинаковый в целом в клинических группах, однако не окончательные данные, все-таки по сравнению с предположением, связанным с протоколом, и мы должны еще дождаться определенное время. Возможно, какие-то моменты будут пересмотрены или, наоборот, усилены будут. Профиль безопасности примерно понятный, но надо понимать, что препараты не самые безопасные. Ну, и так было понятно. Ну, и вот этот вывод может быть жестковат, но я с ним в целом согласен. Он может изменить... Да, тут правильно написано. Может стать одной из методик, изменяющих практик одевантной терапии для пациентов. Самое главное, я все считаю, что одевантная терапия для этой категории больных крайне необходима. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. У нас, к сожалению, нарастает уже цейтнот, но тем не менее... Субтитры создавал DimaTorzok